Валерия Олеговна Кайбышева, орофарингеальная дисфагия в формате 3D. Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, мое сообщение посвящено современным возможностям диагностики орофарингеальной дисфагии в практике врача-гастроэнтеролога. И напомню, что глотание – это очень сложный акт, который координируется нервной системой и начинается с подготовки пищевого комка в ротовой полости, а заканчивается акт глотания смыканием нижнего пищеводного сфинктра. И делится акт глотания на три фазы. Первая фаза – это ротовая, произвольная. Она контролируется сознанием. Вторая фаза – глоточная фаза. Она очень быстрая, непроизвольная. И третья фаза – также непроизвольная, медленная. И, соответственно, с этим дисфагия в зависимости от локализации очага поражения подразделяется на орофарингеальную и пищеводную дисфагию. Орофарингеальная дисфагия – это в первую очередь проблема, затрагивающая лиц пожилого возраста, которые страдают тяжелыми неврологическими заболеваниями и новообразованиями. И на сегодняшний день проблема орофарингеальной дисфагии приобретает все большую актуальность в связи со значительным увеличением доли лиц пожилого возраста в структуре населения. И на данном слайде представлено типичное лицо пациента, страдающего орофарингеальной дисфагией. Это чаще всего пожилой пациент, который предъявляет жалобы на невозможность инициировать глоток, в связи с чем пища скапливается в ротовой полости, возникает слюнотечение. Пациенты с орофарингеальной дисфагией указывают на наличие препятствия четко на уровне глотки. Сопровождается нарушение глотания зачастую нарушениями речи, гнусавостью голоса. В связи с затруднением глотка, с нарушением координации мышц, участвующих в процессе глотка, очень часто пищевые массы попадают в носоглотку и возникает часто аспирация содержимого в дыхательные пути, что сопровождается кашлем или даже приступами удушья во время проглатывания пищи. И очень часто орофарингеальная дисфагия осложняется у пожилых пациентов возникновением аспирационных пневмоний и приводит к истощению пациентов. Вообще орофарингеальная дисфагия является наиболее частой причиной возникновения аспирационных пневмоний у лиц пожилого возраста. И наиболее частой причиной орофарингеальной дисфагии – это нервно-мышечные заболевания, такие как эпизоды острого нарушения мозгового кровообращения, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, Хорегентингтона, боковой амиотрофический склероз, опухоли и инфекции нервной системы. Кроме того, причинами возникновения орофарингеальной дисфагии являются мышечные заболевания, миозит и миопатия. И следующей наиболее распространенной причиной орофарингеальной дисфагии являются, конечно, новообразования, гортания, глотки, заболевания щитовидной железы, остеофит из тел шейных позвонков и стенозы, глотки после травмы и оперативных вмешательств. Таким образом, пациенты с орофарингеальной дисфагией, это, конечно же, чаще всего пациенты врачей, неврологов и онкологов. Но, согласно последнему крупному исследованию, проведенному в 2009 году, среди 638 пациентов гастроэнтерологического стационара, было показано, что все-таки 7% этих пациентов, находящихся в гастроэнтерологическом стационаре, страдали именно орофарингеальной дисфагией. И причинами у них, кроме неврологических заболеваний, заболеваний гортания и глотки, возникновения орофарингеальной дисфагии были дисфункция верхнего пищеводного сфинктра и глобус, которые по классификации, согласно римским критериям, относятся к функциональным расстройствам пищевода. Таким образом, на сегодняшний день основными причинами орофарингеальной дисфагии, наряду с неврологическими заболеваниями, наряду с новообразованиями гортани и глотки, являются такие состояния, как дисфункция верхнего пищеводного сфинктра и глобус. И вот эти два состояния удалось диагностировать в данном исследовании только благодаря новому современному методу, о котором говорил выше Александр Сергеевич, это монометрия высокого разрешения. И хотелось бы сказать, что монометрия высокого разрешения уже достаточно давно используется в клинической практике для диагностики нарушений функций нижнего пищеводного сфинктра и грудного отдела пищевода. Вот на первом слайде мы видим, что нижний пищеводный сфинктр, практически в нем отсутствует тонус у пациента с гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью. Давление покоя в нижнем пищеводном сфинктре составляет 5 мм ртутного столба. И с помощью этого же метода практически спустя 30 минут после приема препарата Матилиум мы смогли зафиксировать очень выраженный эффект препарата, и давление в нижнем пищеводном сфинктре составило 30 мм ртутного столба. То есть данный метод, метод монометрии высокого разрешения, используется очень давно с хорошими результатами. Мы можем оценить не только функцию, но и эффект лекарственных препаратов у пациента. И хотелось бы сказать здесь о данном препарате Матилиум, который широко известен лечащим врачам, и не так давно на рынке появилась лекарственная форма в виде лингвального Матилиума, Матилиум лингвул, который растворяется на языке, и всасывание его начинается уже в ротовой полости, и форма в виде суспензии для детей. Но что же касается верхнего пищеводного сфинктра, почему его диагностика нарушений не проводилась до последнего времени с помощью метода монометрии высокого разрешения? Дело в том, что верхний пищеводный сфинктр является своего рода уникальной структурой, потому что он состоит из двух частей. Первая часть его является хрящевой, это пластинка перстневидного хряща, а задняя часть верхнего пищеводного сфинктра – это перстнеглоточная мышца, поперечно-полосатая мышца. И раскрытие верхнего пищеводного сфинктра происходит в несколько этапов. Сначала происходит расслабление перстнеглоточной мышцы, которое, однако, не приводит к раскрытию сфинктра. А вторым этапом во время глотка происходит поднятие гортана подъязычного комплекса. Подъязычная кость, поднимаясь, тянет за тобой щитовидный хрящ и перстневидный хрящ. И перстневидный хрящ, отодвигаясь от задней стенки глотки, приводит непосредственно к раскрытию верхнего пищеводного сфинктра. И вот эти особенности строения верхнего пищеводного сфинктра, его раскрытия влияют и на монометрию. До последнего времени проводить монометрию верхнего пищеводного сфинктра не представлялось возможным в связи с очень высокой скоростью сокращения поперечно-полосатых мышц. Напомню, что нижний пищеводный сфинктр, он представлен гладкомышечными клетками. И скорость сокращения гладкомышечных волокон значительно ниже, чем скорость сокращения поперечно-полосатых. Следующая особенность – это то, что в момент глотка верхний пищеводный сфинктр, следуя за движениями подъязычной кости, сдвигается на 2-3 см в сторону ротовой полости. И последняя особенность – форма щелей верхнего пищеводного сфинктра является асимметричной. Но вот буквально не так давно появился у нас твердотельный катетер, который позволяет регистрировать быстрые сокращения верхнего пищеводного сфинктра и таким образом позволяет проводить диагностику дисфункции верхнего пищеводного сфинктра. И согласно последним данным, опубликованным в 2013 году, у 71% пациентов с ссоро-фарингеальной дисфагией с помощью метода монометрии высокого разрешения удалось диагностировать самые различные нарушения функции верхнего пищеводного сфинктра, такие как повышение тонуса верхнего пищеводного сфинктра, снижение тонуса верхнего пищеводного сфинктра, нарушение раскрытия верхнего пищеводного сфинктра, далее возможно диагностировать наличие препятствия для тока болюса, если это препятствие находится на уровне верхнего пищеводного сфинктра, а также нарушение координации сокращения мышц глотки и мышц верхнего пищеводного сфинктра. Можем ли клинически мы заподозрить наличие дисфункции верхнего пищеводного сфинктра? Чаще всего протекает данное состояние без каких-либо отличительных симптомов характерных, либо сопровождается ощущением кома в горле. В тяжелых случаях, когда нарушено раскрытие верхнего пищеводного сфинктра, происходит задержка болюса на уровне нижней части глотки, что может имитировать симптомы орофарингеальной дисфагии, то есть сопровождаться аспирацией, кашлем и возникновением частых пневмоний. В случае же снижения тонуса верхнего пищеводного сфинктра у нас могут возникать симптомы гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, вне пищеводные симптомы, такие как ларинготрохииты и дисфония. И в клинике Владимира Трофимовича Ивашкина, в лаборатории, по исследованию двигательной функции, мы также смогли зафиксировать данные, вышеописанные изменения, и хотелось бы сейчас о них рассказать. Вот верхний пищеводный сфинктр в норме. Мы видим, что тонус его имеется до глотка. Во время глотка происходит раскрытие, и остаточное давление в сфинктре составляет менее 15 мм штутного столба. А вот повышение тонуса верхнего пищеводного сфинктра мы видим интенсивно красное окрашивание. И в данном случае давление в верхнем пищеводном сфинктре составляет до 200 мм штутного столба, тогда как в норме оно составляет 100-150 мм штутного столба. Повышение тонуса верхнего пищеводного сфинктра возможно при таких состояниях, как глобус, миотония и в физиологических условиях во время стресса и плача. Следующее состояние, которое мы зафиксировали у пациента, это снижение тонуса верхнего пищеводного сфинктра. Мы видим, что в сравнении с нормальным сфинктром наблюдается зеленое окрашивание сфинктра, что говорит нам о снижении базального давления. В литературе описано снижение базального давления при физиологических условиях, это сон, во время анестезии возможно снижение базального давления, а также при патологических состояниях это миозиты и миопатии. Следующее патологическое состояние со стороны верхнего пищеводного сфинктра, это повышение остаточного давления в верхнем пищеводном сфинктре. То есть при нарушении раскрытия, это возможно при склерозе перстнеглоточной мышцы, при нарушении расслабления перстнеглоточной мышцы, что встречается при болезни Паркинсона, при острых нарушениях мозгового кровообращения, при травмах головного мозга. Возникает нарушение раскрытия верхнего пищеводного сфинктра, что мы видим в виде зоны повышенного давления. В норме голубой цвет во время глотка, а у данного пациента мы видим зону повышенного давления. Чем опасно это состояние? Повышение остаточного давления во время глотка влечет за собой повышение давления в нижней части глотки, риском аспирации. И у пациента возникают симптомы орофарингеальной дисфагии. И последнее состояние – это повышение интроболюсного давления, которое мы наблюдаем в верхнем пищеводном сфинктре, если на уровне верхнего пищеводного сфинктра имеется препятствие для тока болюса. Например, перстнеглоточный валик. Перстнеглоточный валик – это состояние, которое возникает при склерозе и гипертрофии перстнеглоточной мышцы. Она вдаётся в просвет верхнего пищеводного сфинктра, создаёт препятствие для тока болюса. И на манометрии мы это видим в виде чёткого градиента. До зоны препятствия мы наблюдаем высокое давление, после препятствия давление низкое. И на нашем собственном рисунке мы видим тоже чёткий градиент интроболюсного давления. И как же мы можем применять данный метод в клинике? В клинику про педевтики внутренних болезней поступила к нам больная, 22 лет, с жалобами на ощущение кома в горле, изжогу, тошноту. Данные жалобы беспокоят её уже с 2010 года. Обращалась она к гастроэнтерологам, был диагностирован у пациентки поверхностный гастрит, хеликобактер пилори ассоциированный. Однако терапия, проводимая антисекреторными препаратами, эрадикационная терапия, эффекта никакого не принесла. Ком в горле сохранялся. При обследовании у лор-врача, пульмонолога, эндокринолога патологии выявлено не было. И в 2011 году пациентка была консультирована у психоневролога, установлен ей диагноз глобус, который по международной классификации болезни относится к психическим расстройствам и расстройствам поведения. Проводилась у пациентки длительная терапия нейролептиками, транквилизаторами. Однако эффекта от лечения также получено не было. Ком в горле у пациентки сохранялся и в декабре 2012 года пациентка была госпитализирована в клинику пропедевтики внутренних болезней. В объективном статусе изменений обнаружено у пациентки не было. И начато было инструментальное обследование. Проведена видеофлюороскопия. Для исключения назальной регургитации и аспирации в дыхательной пути изменений обнаружено не было. Акглотание не нарушен. Проведена рентгеноскопия пищевода. Также пищевод свободно проходим. Контуры ровные, четкие. Данных за ахолазию кардии, признаков изофага спазма, поддавливания извне, нарушение проходимости не обнаружено. При проведении гастроскопии удалось обнаружить лишь незначительную гиперемию дистального отдела пищевода. Была взята биопсия как из дистального, так и из среднегрудного отдела пищевода. И в дистальном отделе были обнаружены признаки хронического воспаления в подслезистом слое, что было расценено как катаральный рефлюкс изофагит. При проведении PH-импедансометрии изменений также обнаружено не было. Были лишь обнаружены единичные рефлюксы. И на последнем этапе проведена пациентки монометрии грудного отдела пищевода и нижнего пищеводного сфинктра. Давление в нижнем пищеводном сфинкре соответствует норме 16 мм штутного столба. Все сокращения в теле пищевода перистальтические, с нормальной амплитудой. А вот при монометрии верхнего пищеводного сфинктра у пациентки с жалобами на ком в горле мы обнаружили повышение базального давления, повышение тонуса верхнего пищеводного сфинктра до 200 мм штутного столба. Таким образом, у пациентки была констатирована дисфункция верхнего пищеводного сфинктра, повышение базального давления. И возвращаясь к верхнему пищеводному сфинкту, напомню о еще двух его особенностях, которые монометрии высокого разрешения все-таки не фиксируют. Это подвижность верхнего пищеводного сфинктра в момент глотка на 2-3 см и асимметрия давления в верхнем пищеводном сфинктре в связи с асимметрией его анатомического строения. Монометрия высокого разрешения подсчитывает и выдает нам результаты среднего радиального давления во верхнем пищеводном сфинктре. Однако давление в сагитальной плоскости и во фронтальной плоскости в верхнем пищеводном сфинктре значительно различаются. И на сегодняшний день у нас появилась еще одна новая возможность. Это катетер, который позволяет получать изображение в трех плоскостях. На этом катетере, кроме традиционных 28 датчиков, которые дают нам суммарное радиальное давление в измеряемой точке, существует участок 3D. На данном участке каждый датчик состоит из 8 независимых сенсоров давления. Таким образом, 3D-участок дает нам 96 независимых датчиков давления, что дает возможность получать информацию о давлении в самых разных плоскостях на данном уровне. И картинка, которая получается в итоге трехмерная, мы видим, можем оценить асимметрию давления, в какой плоскости давления максимально, в какой минимально, длину верхнего пищеводного сфинктра и поднятие верхнего пищеводного сфинктра в момент глотка. Мы видим верхний пищеводный сфинктр в покое и во время глотка он поднимается. Таким образом, возможности техники беспредельны и в нашей лаборатории, созданной в клинике Владимира Трофимовича Ивашкина, проводится методика монометрии нижнего пищеводного сфинктра, грудного отдела пищевода и верхнего пищеводного сфинктра. И мы приглашаем ваших пациентов для проведения данных исследований. Спасибо за внимание.